Друзья, всех приветствую! И это видео посвящено вопросу профессионального выгорания. Давайте с вами разбираться, почему случается профессиональное выгорание, каковы тревожные симптомы, такие вот симптомы-предвестники, и вообще можно ли справиться с профессиональным выгоранием. Психологи отмечают, что в основном профессиональное выгорание характерно для тех людей, которые в рамках осуществления своего труда общаются с другими людьми. То есть есть различные сферы деятельности, здесь будет та сфера деятельности, которая, знаете, человек-человек, то есть насыщенные межличностные контакты. Почему так происходит? Потому что когда мы общаемся с другими людьми, окружающие заражают нас своими эмоциями, и в какой-то момент времени человек понимает, что выносить эмоции других людей у него просто больше нет сил. Парикмахер, который скажет, что я уже просто больше не могу слушать истории, которые рассказывают мне мои клиенты. В психоанализе есть понятие психического контейнера, как будто бы когда окружающие рассказывают нам свои истории, вот это общение вот это происходит, интенсивное, частое общение, как будто бы одни от нас ждут, что мы будем неким вместилищем, контейнером для их переживаний. Педагоги, психологи, тоже для них характерно профессиональное выгорание. А возможности человека ниже того, что от него ожидают. Профессиональное выгорание – это комбинация из трех составляющих – из когнитивного, эмоционального и психофизического истощения, психофизиологического. И существует трехкомпонентная модель, которая описывает вот это профессиональное выгорание. Первая составляющая – это, конечно же, эмоциональное истощение, некое чувство бессилия, такое вот ощущение, знаете, приглушенности эмоциональной, чувство бессилия, чувство такой вот опустошенности, появление эмоциональных срывов. Человек срывается просто, появляется вот эта раздражительность, вспыльчивость, агрессивность определенная даже. В принципе, человек истощает свои эмоциональные ресурсы. И столь рьяно, как раньше, отдаваться своей деятельности, у него уже просто нет сил. Вторая группа – это деперсонализация и дегуманизация отношений с другими людьми. Что такое дегуманизация? Это появление просто формализации общения. Привет пока и не больше, только формальное общение. Это появление черствости, цинизма, безразличия, равнодушия, циничный юмор врачей, вспомните. Или вот это, знаете, действительно безразличие, абсолютно такая индифферентность, абсолютно все равно на проблемы других людей, вообще, что вы от меня хотите. Вот такое равнодушие, безразличие. Или вот некая грубость. Деперсонализация. Вообще деперсонализация – это психиатрическая категория. Помните Алису в «Стране чудес»? Проснулась сегодня утром, то ли я это, то ли не я. Непонятно, да? По-моему, что-то такое вот она говорила. И деперсонализация – это чувство утраты себя. Это не я. Я себя не узнаю. А здесь деперсонализация будет пониматься, как становление негативного образа своего «я». Снижается самооценка, снижается чувство компетентности, появляется, наоборот, неудовлетворенность с собой, чувство несостоятельности, конечно же, снижается интерес к работе. Третья группа факторов – это редукция личных достижений. Ничего особого-то я не достиг, ничего особого-то я не сделал, ничего особого-то я из себя не представляю. Обесценивает человек свои собственные достижения, теряет смысл профессиональной деятельности, и появляется желание, знаете, просто выполнить некий минимум, и все. И уйти домой. Поскорее бы этот рабочий день закончился. И, в принципе, есть нежелание идти на работу утром, да? То есть желание прикладывать минимум усилий. Еще одни причины, почему возникает профессиональное выгорание – это разочарование. Энтузиаст, который много вложил, много затратил энергии, вложений, вложений сил, времени, деньги многие вложил. А в итоге он разочаровался, не получил то, на что рассчитывал. Еще одна причина, когда работа не соответствует ожиданиям человека. Или когда, знаете, когда навыки, умения и, в принципе, то, что требуется от человека, не соответствует его готовности. Давайте с вами рассмотрим тревожные звоночки, такие симптомы-предвестники. Как вы можете себя немножечко поанализировать? В принципе, если хотите, то в интернете можете найти тесты на профессиональное выгорание. Автор Бойко, Маслач и Джексон – это разные тесты. И автор есть Хэк и Хэс. Значит, тревожные звоночки. Снижение мотивации к труду. Рост общей недовлетворенности с собой, общей недовлетворенности работы. Появление и рост числа ошибок, которые вы совершаете вследствие, например, снижения концентрации внимания. То есть истощаются и когнитивные, интеллектуальные способности человека. Это появление того, чего не было раньше. Рост небрежности в общении с клиентами. Если работа, в принципе, подразумевает общение с клиентами. Это появление желания не выполнять обязанности руководства. Некое вот такое вот отлынивание от деятельности. Это, допустим, снижение, конечно же, амбиций, снижение ожиданий. Человек не желает выполнять обязанности. Появляется прокрастинация. Человек вместо того, чтобы что-то делать, делает, знаете, просто минимум. И вместо того, чтобы что-то делать больше, он ищет какие-то оправдания, какие-то отговорки. Рост конфликтности. То есть мы говорим о определенном эмоциональном дистрессе в профессиональной среде. И общая нервозность, общее беспокойство. И в принципе, я сейчас задумалась, что в основном описывается, что это профессиональное выгорание свойственно тем людям, которые общаются в своей профессиональной деятельности. Но вполне выгореть может и любой другой человек. Потому что в принципе, в основном, мы всегда так или иначе общаемся, осуществляя свои профессиональные обязанности. Всегда мы вращаемся в своем профессиональном коллективе, в своей профессиональной среде. От общения с другими людьми никто не застрахован. Но, помимо прочего, есть и объективные, ну и субъективные, конечно же, есть и объективные факторы становления вот этого профессионального выгорания. Давайте с вами их рассмотрим. Какие основные факторы? Это те условия труда, которые характеризуются дисбалансом рабочего времени и режима отдыха. Те условия труда, которые подразумевают повышенную интенсивную психофизиологическую напряженность. Это наличие нравственной ответственности за жизнь и здоровье других людей. Врачи, спасатели, например. Это, ну вот действительно, да, определенная такая хроническая напряженность в работе, как будто бы состояние боеготовности, постоянно куда-то сорваться во время дежурства. Когда вам необходимо принимать решение, а на самом деле на принятие решения и на анализ ситуации отводится очень мало времени. Когда вы работаете в условиях информационной неопределенности, а когда у нас неопределенность, когда у нас дефицит времени, у нас что? И тревога повышается. Так, все ли я сказала про объективный фактор, потому что я тут для себя на листочек. Да, и, конечно же, эмоционально насыщенные межличностные контакты. Как я могла про них забыть? В первую очередь, конечно же, это. Субъективные факторы. Эмоциональная сдержанность, которая есть у человека, при невозможности, при неумении отреагировать на эмоции безопасным способом. Просто человек копит, да, человек сдерживает свои эмоции. Конечно же, это перфекционисты, которые не имеют права допустить ошибки. В какой-то момент они просто выгорают, понятное дело. Все мы можем допускать ошибки, но эти люди, которые как будто бы не имеют права допустить ошибку, это определенные люди, у которых проявляются интенсивные переживания. Любые неудачи они записывают на свой счет. Если я ошибся, значит моя личность плохая. Неудача воспринимается как личная трагедия. Это те люди, которые принимают, как говорится, все близко к сердцу. Такова особенность их восприятия. И также интересно, вот я вычитала, что профессиональное выгорание может случиться у тех людей, у которых еще из-за какой-то отрезок времени, за текущий период, произошли в жизни сильные изменения, большое количество перемен в этой жизни. Так или иначе, субъективные и объективные факторы в основном массе своей сочетаются. И в итоге это приводит к тому, что психологические ресурсы человека просто истощаются. И полезным будет задаваться вопросом, как ваша профессиональная деятельность, как ваша работа вообще на вас влияет. Появилось вот то, чего раньше не было. Вы стали более раздражительными, срываться стали. У вас появилась черствость, высокомерие по отношению к окружающим, равнодушие. Потому что основным девизом этого видео является следующее. Симптом профессионального выгорания – это защитный механизм. Ваша психика так вас защищает и сигнализирует вам о том, что необходимо экономично, оптимально расходовать личные ресурсы. Полезным будет… Смотрите, профессиональное выгорание очень часто сопряжено со стрессами, которые есть у человека. Понятное дело, да? Но есть копинг-стратегии, которые позволяют справляться со стрессом. И в основной массе, вот так вот по большому счету, их можно разделить условно на две большие группы – на активные и на пассивные. Используйте, пожалуйста, именно активные копинг-стратегии для борьбы с профессиональным стрессом. Не копите трудности в себе. Откажитесь от вот этой пассивности. Здесь это аффилиация со своим профессиональным сообществом. Те люди, которые помогут вам посмотреть на ситуацию со стороны. Переосмыслить те итоги, которые вы подводите. Дать вам рекомендацию, дать вам совет, дать вам помощь и поддержку. Не чувствуйте себя одиноким. И вообще, обращение к старшему, да, обращение к тому, кто… Ну, вот к наставнику, который вам поможет справиться с трудностями. И, в принципе, аффилиация со своим профессиональным сообществом – ведь это вопросы вашей социальной идентичности. Вхождение. Вот социальная идентичность – это принадлежность к той или иной социальной группе. Второе, конечно же, это снижение. Это даже не снижение, а определение границ вашей ответственности. Несколько сусти, если вы чувствуете усталость, сусти зоны вашей ответственности и те задачи, которые вы будете выполнять. Сужение профессиональных задач подразумевает снижение уровня тревоги до неисполнения этих задач. То есть немножечко сужайте свою ответственность. Тогда и тревога у вас… не будет больше тревоги, как минимум, да? Третье, прекрасно вам поможет, если вы получаете позитивную обратную связь от окружающих. И, в принципе, это умение позитивно оценивать результаты своей деятельности. А что нужно для того, чтобы грамотно оценивать результаты своей деятельности? Наличие четких, ясных критерий эффективности. Например, как часто бывает, да? Допустим, такого-то сотрудника наградили, повысили. А почему наградили? Почему повысили? Почему повысили его, а не меня? Где вот эти объективные критерии? Повысить другого не только потому, что он товарищ, друг, родственник. А потому что есть какие-то объективные критерии эффективности. И любой человек может достигнуть этих критериев. Психологи отмечают, что напрямую профессиональное выгорание не случается в тех профессиях, которые отличаются престижностью и статусностью. Высокий социальный статус есть в профессии. То есть человек осуществляет ту или иную деятельность, понимает, что его труд уважаем, его труд ценен. Также, конечно же, профессиональное выгорание является следствием большого числа нагрузок, которые ложатся на плечи человека. Вам, разумеется, поможет оптимальное распределение нагрузок. И вы знаете, даже определенные свободы деятельности. Когда вы можете сами выбирать, есть вот эта свобода выбора. Вы можете сами выбирать ту задачу, которая вам интересна. А как редко мы видим это в нашей жизни. Как мало у нас свободы очень часто, и как больше, знаете, авторитарности по отношению к нам. Конечно же, не знаю, даже стоит ли таких вопросов касаться. Ну, в принципе, наверное, отмечу, что очень легко выгореть, когда вы встречаете неоднозначные формулировки, неоднозначные указания от руководства. Непонятно, что от меня хотят. Сегодня начальник сказал так, завтра сказал иначе. Вот эта расплучитость, неоднозначность, как трактовать. Конечно же, очень легко выгореть, если вы работаете сверхурочно. Если у вас давно не было отпуска. Просто, конечно, такой банальный несколько совет взять себе отпуск. Конечно же, если вы понимаете, что нет какой-то перспективы, не видите осознанной перспективы на работе. Нет карьерного роста и не предвидится. Низкая оплата труда. То есть, опять-таки, как я говорила выше, вы понимаете, что ваш труд как будто бы мало ценен, мало уважаем. Очень, опять-таки, легко выгореть, если определенный коллектив подобрался на работе. Экологически неблагоприятная атмосфера. Ну, и неблагоприятный коллектив. Ну, вот такие вот основные факторы. Следующее, что стоит отметить. Хорошей профилактикой будет являться определенные профессиональные тренинги, обучение, определенные профессиональные курсы. То есть, как я говорила, повышение своей готовности выполнять те или иные обязанности. То есть, ваше обучение, повышение уровня профессионализма, уровня компетентности. Опять-таки, очень легко выгореть, если вы находитесь на той работе, которая не особо-то вам интересна. Делаете то, что рассогласуется с вашими ценностями. Когда, в принципе, работа не нагружена личностным смыслом. То есть, вы приходите на работу, что такое личностный смысл? Когда вы понимаете, что это мое. А отсутствие личностного смысла? Когда родители ваши хотели, чтобы вы стали там кем-то, стали там тем-то, тем-то. Когда вы работаете на этой работе только из-за денег, только из-за зарплаты. Но, на самом деле, это не ваша ценностная ориентация. Это, на самом деле, не ваше. И вам особо-то не интересно. Очень легко выгореть, если вы, в принципе, не понимаете, зачем вы что-то делаете. Не наделяете свою деятельность каким-то смыслом. А в тот же самый момент... То есть, в данном случае, это вопрос вашей самореализации. Как вам полюбить себя и найти ту деятельность, в которой вы можете реализовать себя, свое «Я». А очень часто мы можем видеть следующий момент. Когда вы, наоборот, находитесь в той деятельности, которая вам важна, которая значима. Но как будто бы вы себя плохо оцениваете. Как будто бы вы считаете, что вы что-то сделали, но сделали это неправильно. Как будто бы у вас низкая самооценка, вы плохо оцениваете результаты своего труда. Как будто бы вы бесконечно в себе сомневаетесь, правильно вы поступили, неправильно. Посмотрите мое видео. Я уже опять забыл, как это видео. Значит, про желание, как понять желание. И там я говорю про мотивацию. Мы можем войти в какую-то деятельность, на входе быть сверхзамотивированными. Но есть в психологии описан закон оптимальной мотивации. Люди, которые сверхзамотивированы. Вау, для них просто это класс. В какой-то момент времени у них мотивация потом снижается. Там я описываю, что вам может помочь. Вообще мотивация должна быть на оптимальном уровне, вот я скажу тогда. Когда нас ломают в нашем профессиональном коллективе, мы очень замотивированы, но мы в свой адрес встречаем критику, осуждение, и нет никакой поддержки. Очень важна действительно поддержка, которую вы испытываете. Не вините себя. Иногда в вашем выгорании виноват объективный фактор, виноват коллектив, виноват отсутствие поддержки. Вообще для психологов очень часто характерно выгорание. Нас всегда выручает супервизор, который... Вот психолог, допустим, может считать, что он какую-то не ту технику подобрал при работе с клиентом, как-то ошибся, введет клиента, как будто бы не в то русло, а супервизор посмотрит со стороны и скажет, все правильно, и нет поводов для беспокойства. Наличие поддержки всегда очень хорошо выручает. И, в принципе, мы можем быть очень замотивированы осуществлять трудную деятельность, но нас могут поломать прямо в этой деятельности, сломать нашу мотивацию. Конечно же, нам важно идти туда, куда мы на самом деле хотим идти, но важно и не сломаться в самой этой деятельности. Друзья, если видео вам полезно, поддерживайте лайками. И если есть свои собственные лайфхаки, прямая дорога в комментарии и пишите, пожалуйста, в комментариях все то, что поможет другим людям по тому, как можно справиться с профессиональным выгоранием. Спасибо вам за просмотр и удачи вам в вашей работе.